Вот так звучит новогодняя песня на китайский манер. В Центре изучения языка Поднебесной 16 февраля, большой праздник, Новый год. Гостей познакомили с богатой культурой Китая. За столом Юй Тин. Педагог Центра проводит чайную церемонию. Спешка здесь ни к чему. Главное – красота и аккуратность. Вместо привычных кружек – миниатюрная, почти кукольная посуда. Вместо сахара – сушеные финики. Здесь очень маленькие чашки. Туда наливаются из особой посуды. Вот я так понимаю, вот так немножко наливается. Потом покрывается такой кружечкой. Кружечкой. Если у меня получится, и вот так вот быстро переворачивается. Вот. Я впервые такое вижу. Впрочем, Китай знаменит не только чайными, но и медицинскими традициями. Один из секретов долголетия – особая гимнастика. Комплекс упражнений не требует специальной подготовки, но, как уверяют, оказывает положительное воздействие на физическое и психологическое здоровье. Это, можно сказать, что это медицинское. И там входит, у нас много точек, и каждая точка там помогает, ну, какие-то там сердце, печень и что-то. А еще бывает такая процесс гимнастика, то просто типа как танец такой-то, да. Многие уверены, что русская и китайская культуры не имеют между собой ничего общего. Но это только на первый взгляд. Наш национальный танец – яблочко. В восточной культуре имеет свой аналог. Схожие черты с русскими есть и у китайских детских забав. Игра называется «Слепая рыба». Водящему завязывают глаза. Другой игрок берет в руки мешочек с мелкими предметами. Ориентируясь на шум, водящему нужно поймать игрока. Своебразная вариация известной забавы жмурки. В данном случае сегодня мы применили немножко другой способ. Положили что-то типа колокольчика, чтобы звенело, чтобы проще было найти. Есть еще особенность. Был очерчен круг, из которого нельзя игрокам выходить. Соответственно, сложнее. Тот, кто выходит, из игры выбывает. А так вот, очень интересная игра, древняя, очень похожа на нашу. Богатую традициями культуру Поднебесной нельзя представить без языка. Для праздника ребята выучили стихи на китайском. Также все желающие могли поупражняться с палочками. Воспитанники центра управляются с ними не хуже, чем с вилкой и ложкой. Ребята, которые изучают китайский и участвуют в наших программах, они очень быстро развиваются. Они умеют рисовать. Видите, как они двигаются прекрасно. То есть они получают разнообразные такие разносторонние навыки, которые пригодятся им в жизни. Это очень важно. Непосредственно участвовать вот в каких-то событиях, связанных с культурой Китая. Это наша цель. Как и в России, в Китае на Новый год принято дарить подарки. Желать родным и близким здоровья, счастья и благополучия. А вот вместо традиционного оливье на стол в Поднебесной принято ставить пельмени. С мясом или овощами. Кому как нравится. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново. Нам теперь пить или что?